Добрый день, друзья! Говорим мы сегодня об iPhone X в 2019 году, то есть уже спустя больше полтора года с момента выпуска этого смартфона. У него сейчас очень много конкурентов. В лице iPhone XR, XS, XS Max они все, в принципе, являются косвенно конкурентами iPhone X и iPhone 8 Plus также является конкурентом. Хотя если сравнить между iPhone 8 Plus и iPhone X, то разница сейчас составляет примерно около 10 тысяч рублей, потому что iPhone X в России продается около 60-65 тысяч рублей в рознице в интернет-магазинах. Поэтому сейчас на него очень хорошая цена. Изначально телефон стоил 1000 долларов плюс налоги за 64 гигабайта, а сейчас уже цена упала. И опять-таки у него здесь AMOLED-дисплей, процессор A11, который очень-очень хорошо себя ведет до сих пор. 3 гигабайта оперативной памяти для iPhone'ов до сих пор это очень много. И, конечно же, классный дизайн, который ничем не отличается от iPhone XS. Мы прям явно сравнивали, там отличий вообще нет. Здесь это боковая рамка, как хирургическая сталь блестящая такая. Единственное, что появился новый цвет золотой, но многим не по душе. Это белый вариант, еще черный распространенный также. То есть золотой это более нишевый продукт. Лично мне этот телефон кажется немножко маленьким, потому что 5,8 дюймов для меня немножко маловато. Сам дисплей тоже маленький. Я, наверное, выбрал бы iPhone XR, хотя у этого телефона, конечно же, OLED-дисплей. Он очень контрастный, дает больше точек на дюйм, больше пикселей на дюйм. Также, конечно, вторая камера, которая делает просто великолепные снимки. Это видео я записывал на iPhone XR. Я не буду обрабатывать ни цветоколлекцию, но немножко, может, звук поправлю, чтобы вы примерно поняли, как снимает iPhone XR. Но, в принципе, разница между ними особо небольшая. Конечно, в XR и XS появилась возможность записывать стереозвук в видео, но это не так существенно, потому что видео и так отлично записывается на iPhone X. И, в принципе, в 2019 году у этого смартфона я не вижу конкурентов по видеокамере. По фото части я уже говорил, что Samsung, Huawei и прочие фотографии делают, ну, получше, чем iPhone X. Это однозначно. Но вот по видеочасти не может быть такого, чтобы какой-то смартфон пока приблизился к качеству iPhone. Тот же Note 9, который вот только обзор на него собирался делать. Видео записывать в 4К всего 5 минут. Представляете, ограничение в 5 минут это в видеозаписи 4К. Это при 60 кадров в секунду, неважно. При 60 кадров в секунду Full HD Note 9 дает нам ограничение 10 минут. И причем там написано, что следящий автофокус исчезает. Все подобное, все исчезает. В iPhone X мы просто делаем одно мгновение. Запись бесконечная, все великолепно, все работает. 4К 60 кадров в секунду. Такого нам никто не даст. И на самом деле фото, видео, возможности смартфонов очень важны. Мы сейчас очень много снимаем. Ну, все подряд для социальных сетей, для себя. Видео и фото камеры в телефоне очень важны. iPhone X в 2019 году остается одним из лучших камерфонов на рынке. И, например, там всякие китайские смартфоны, которые вроде на бумаге очень хорошо. В жизни берешь, запускаешь камеру, секунда-две нужно, чтобы они запустились. В iPhone все происходит просто мгновенно. Также дисплей, на самом деле, производства Samsung, он очень хорошего качества здесь. Монобровь, которая меня самого очень сильно смущала. В принципе, я уже привык, потому что сейчас и Xiaomi, и Huawei, ну все делают монобровь. Поэтому уже как-то свыкся к ней. Хотя я думаю, что все-таки, возможно, в дальнейшем какое-нибудь лучшее решение найдется. Потому что, ну как-то, я не знаю, не совсем симметрично, но это стало фирменной фишкой, которую все стали просто подряд копировать. Но дизайн iPhone X на самом деле очень узнаваем. Такие камеры сейчас стали устанавливать просто подряд все. Просто копируют. Взяли в iPhone, и все копируют. Face ID, который здесь работает очень хорошо. Опять-таки, все китайские производители, не знаю, Samsung и прочее, сейчас у всех есть Face ID. То есть, опять-таки, это то, что копируют все у Apple. Этому смартфону год, он много раз падал. И с чехлом, и без чехла. В принципе, он целый. Вот немножко маленькие такие боковые коцки. Но это, опять-таки, филонерская сторона быстро царапается. Внешний вид теряет. Но, с другой стороны, он очень красиво блестит. Поэтому дизайн, в принципе, хороший. По надежности, по прочности, это очень хорошие, прочные телефоны. Но ремонт их очень дорогой. Порядка 30 тысяч рублей заменить, скажем, дисплей. Но это очень дорого, конечно. Можно купить хороший китайский смартфон за такие деньги. Но это, опять-таки, то, что, в принципе, и в Мерсадесах запчасти дорогие, и в Гауди дорогие. То есть, это племиальный смартфон. Поэтому это все, разумеется, логично. В этом смартфоне есть 3D Touch, в отличие от XR, в котором нет. В принципе, я понимаю, что в iOS 12 многие вопросы решили. В принципе, там, пробелом можно нажать и корректировать текст. Но есть много вопросов, когда мы нажимаем на приложение, открывается быстрое контекстное меню. Или там, ну, в разных сценариях можно использовать 3D Touch. Я считаю, что это очень интересная функция, которой мало кто пользуется. И жаль, что в iPhone XR этой функции нет. И, опять-таки, в XR нету второй камеры. Почему я их сравниваю? Потому что одинаково они стоят. И многие будут при покупке сравнивать. То есть, смотреть на камеры и прочее. iPhone X является по престижу он более престижный смартфон. Его будет намного проще продать на вторичном рынке, чем, скажем, XR. Потому что изначально этот телефон стоил очень дорого. Ворядка 80 тысяч рублей. Сейчас она немножко хоть упала. Но это очень востребованный продукт. И мне кажется, что в 2019 году стали покупать больше людей. Айфон X, чем тогда из моего окружения, покупали в 2017 году, когда появился iPhone X. Потому что сейчас, когда упала цена, и многие смотрят на характеристики, скажем, Samsung Galaxy S9 и на iPhone X. И поэтому по многим характеристикам, конечно же, iPhone все-таки он прикольный, интересный. Это то, что сделала компания Apple. Убрала отпечаток пальцев, сделала Face ID. И то, что сейчас копируют просто все остальные. По процессору это очень мощный продукт. Процессор 11 это очень мощный процессор. Он, на мой взгляд, обгоняет все Snapdragon 845 и 855. Потенциал у этого смартфона очень большой. И я думаю, что даже его на несколько лет вполне хватит. Он особо ничем не отличается от iPhone XS. Единственное, что здесь 3 ГБ оперативной памяти. В iPhone XS 4 ГБ оперативной памяти. По производительности процессор примерно на 10% мощнее в XS. Ну, я не знаю. В принципе, я считаю, что этого потенциала хватит на несколько лет вперед. Куда еще? Что мы будем такого запускать на смартфоне, чтобы задействовать всю мощь этого смартфона? Опять-таки, здесь многие подираются, что здесь нету разъема 3,5 мм. До сих пор это является проблемой. Хоть и столько лет прошло. Там больше трех лет, по-моему, уже прошло и двух лет. Многим востребован этот разъем. Но сейчас и китайцы повторяют это. Начинают делать телефоны без разъема 3,5 мм. Из таких моих ощущений я могу сказать то, что кнопка чуть-чуть спущена вниз. В отличие от, скажем, обычных iPhone и Plus версии iPhone. Это намного гораздо удобнее. То есть, он вот так быстро ложится под палец. Мне кажется, что этот компактный корпус очень любит пользоваться одной рукой. На самом деле, дотянуться можно до всего. Пальцем дотягиваешься до всех точек. Он очень удобно пользоваться, скажем, в отличие от смартфонов Plus версии. Там, где большие рамки и поменьше дисплей. Дисплей вытянутый 18,5 на 9, по-моему, на соотношение. Я так и не понял преимущества этого дисплея. Я понимаю, что он узкий и вытянутый. Но 16 на 9, в принципе, мне полностью устраивал. Сейчас и контент весь переделывается под этот 18,5 на 9. Вот такой взгляд на iPhone X в 2019 году. Спасибо, что смотрели нас. Если вы впервые у нас на канале, подписывайтесь на канал. До новых встреч!